Завтрак съешь сам. Я думаю, все слышали это выражение и на самом деле в нем огромное количество пользы, особенно для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов и быть здоровым. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, я избавилась от 55 килограммов лишнего веса, фото до вы сейчас увидите вот здесь. И в этом видео как раз таки я поделюсь с вами пятью вкуснейшими вариантами завтраков, которые вы приготовите быстро из доступных продуктов, и эти завтраки помогут вам стройнеть со вкусом. Как обычно, это видео в формате ТОП-5, а на пятом месте будет самый обычный завтрак, ну а самый интересный, вкусный и необычный рецепт вас ждет на первом месте, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Давайте готовить вкусные завтраки! Начинаем с классики! На пятом месте у нас завтрак с овсянкой. 40 граммов отправила на сковородку, я уже включила нагрев. Я немного перчу, используя смесь перцев. И теперь прогреваю пару минут овсяные хлопья на сковороде на среднем огне. Прошло 2 минуты, перемешиваю, теперь немножечко присаливаю, делаем это по вкусу, затем добавляю 200 миллилитров обычной воды. Теперь накрываю крышкой и оставляю овсянку на 10 минут на среднем огне. Прошло 10 минут, я открываю крышку, все почти готово, и теперь добавляю 30 граммов зелени. У меня здесь лук и укроп. Остается только перемешать зелень и овсянку. Махнет очень вкусно, пробочка просто шикарная. И теперь накрою крышечкой, я оставлю буквально на 1 минуту. Прошла минута, открываю крышку и посыпаю нашу овсянку зеленью натертым сыром. У меня моцарелла 30 граммов, вы можете использовать любой сыр, который есть у вас. Прошла минута, открываю крышку и вот так красиво, вкусно выглядит наша овсянка. Просто посмотрите, как классно тянется сыр. И именно такое сочетание поможет вам не только вкусно позавтракать, но еще благодаря сыру после такого завтрака вы будете дольше испытывать сытость. Ну и просто вкусно позавтракаете. Обязательно приготовьте такой завтрак с овсянкой. Приятного аппетита! Вы знаете, что только завтраков недостаточно. И многим кажется, что я скрываю какую-то тайну, потому что многие посмотрят, это слишком вкусно для снижения веса. Но для того, чтобы избавиться от лишних килограммов и сохранить полученный результат, действительно нужно питаться вкусно. И, конечно же, только одними завтраками вы не обойдетесь. И что необходимо обязательно делать, а что не нужно делать, я рассказываю в своем интенсиве. Он из трех дней состоит. Интенсив абсолютно бесплатный. И вот здесь сейчас появится для вас описание, да, как выглядит страничка интенсива. И также вы сейчас здесь увидите QR-код. Поставьте видео на паузу, отсканируйте его вашим устройствам и присоединяйтесь на интенсив, в котором я расскажу все секреты о том, как избавиться от лишнего веса раз и навсегда без диет. Итак, мы с вами готовим рецепт, который у нас находится уже на четвертом месте. И его приготовление начинается с нарезки томатов. На одну сковороду я добавила чайную ложку растительного масла и включила средний огонь. Отправляю кусочки томата в сковороду. Томаты перчу. У меня смесь перцев. Делаем это по вкусу. Добавляю итальянские травы. Вы же можете использовать любую ароматную зелень, которая вам по вкусу. Ну и перемешиваю. Теперь оставлю пассероваться томаты на сковороде на среднем огне на 5 минут. Прошло 5 минут. Томаты у нас практически приготовились. Я добавляю 50 граммов зеленого лука. Теперь все хорошенечко перемешиваю для того, чтобы лук был нежным и не таким остреньким. Теперь самое время, конечно же, заняться яйцами. На одну порцию нам понадобится 3 яйца. Яйца присаливаю. Делаем это по вкусу. Теперь просто смешиваем соль и яйца. Наша задача это смешать белок и желток. Взбивать не нужно. Теперь немного присаливаю томаты по вкусу. До этого я не солила. И добавляю нашу яичную смесь. Накрываю крышкой и оставляю омлет до готовности на среднем огне около 5 минут. Прошло 5 минут и наш простой, но очень вкусный и невероятно ароматный завтрак готов. Остается его, конечно же, сервировать на тарелку. Посмотрите, какая получается объемная порция. Такой завтрак вас насытит до самого обеда. Я просто обожаю томаты. Вы знаете, я из Астрахани, поэтому я их нарезала крупно. Если вдруг вам вкуснее их нарезать помелче, то спокойно нарежьте кусочки томатов более мелко. Завтракайте с удовольствием. Приятного аппетита! Перед тем, как мы приготовим с вами завтрак, который находится на третьем месте, я вас прошу проявить активность. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях и также напишите мне, пожалуйста, комментарий, какое следующее видео вам хотелось бы от меня увидеть. Например, это будут рецепты обедов, ну, завтраки уже были, либо ужины или меню на целый день. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях и ждите новое вкусное видео. Для рецепта завтрака, который находится на третьем месте, нам понадобятся грибы. Нарезаю их на ломтики. На дне сковороды я уже разогрела чайную ложку растительного масла и отправляю грибочки на дно сковороды. Перчу, делаю это по вкусу, как обычно использую свою любимую смесь перцев. Прошло 5 минут, добавляю промытую заранее гречневую крупу, 200 мл воды, присаливаю, делаем это по вкусу. Теперь все хорошенечко перемешиваем, накрываем крышкой, а потом через 10 минут добавим секретный ингредиент. Прошло 10 минут, самое время открыть крышку, теперь осталось добавить наш секретный ингредиент. Легкими движениями руки освобождаю серединку сковороды и разбиваю одно яйцо. Присаливаю и накрываю крышкой, оставляю буквально на 1-2 минуты до готовности. Итак, прошла 1 минута, открываем крышку, наш завтрак готов. В таком варианте желток получается жидким, если вы любите, чтобы он был более приготовленным, просто переверните яйцо на другую сторону. Начинаем сервировку с того, что я выкладываю на тарелку яйцо и к яйцу уже добавляю гречку и грибы. Теперь самое время добавить немного зелени, ну и, конечно, можно сделать вот так вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такой шикарный вкусный завтрак гречка с грибами и яйцо. Приятного аппетита! Также вкусными, простыми, интересными рецептами, которые подходят для снижения веса, я делюсь в своем телеграм-канале. Здесь также сейчас появится QR-код, вы можете поставить это видео на паузу, отсканировать его, добавиться в мой телеграм-канал. Так мы с вами точно не потеряемся и будем всегда на связи. Итак, мы с вами уже готовим завтрак, который находится на втором месте. И, наконец-то, начинаем приготовление с добавления лука. На сковороде я уже разогрела чайную ложку растительного масла. Ну и, конечно, после лука обязательно будет морковка. Добавляем морковку к луку, затем перчу по вкусу. Я вставляю пассероваться овощи на среднем огне на 3-5 минут. Пока овощи пассируются, я нарезаю чернослив. 5 минут прошло, в сковороду я уже добавила промытый рис и кусочки чернослива. Посолила, вы не ослышались, я действительно добавила соль. Добавляю водичку. С помощью лопаточки распределяю все равномерно. Накрываю крышкой и готовлю на среднем огне до готовности риса. Около 10 минут. Итак, у меня прошло 12 минут и вот такой красивый, невероятно ароматный рис готов. Отправляю его на тарелочку. И обращу ваше внимание, что этот завтрак мы с вами... Я часто читаю ваши комментарии и вы пишете, Маша, давай рецепты без мяса и вот этого всего. Для тех, кто постится не с продукта животного происхождения, Пожалуйста, вот такой вкусный и сытный завтрак вы можете приготовить для себя. Добавляю немного зелени, не удивляйтесь, будет очень вкусно. И суперфуд. Семена тыквы, семена берите обязательно не жареные и не соленые. Так вы получите максимум пользы. Вкуснейший завтрак без мяса, без молочных, любых животных продуктов готов. Приятного аппетита! Итак, встречайте наш золотой призер. Наш чемпионский рецепт, как вы видите, уже интересно. Мы начинаем приготовление завтрака с огурца. И я сразу хочу сказать спасибо моей ученице Елене Фроловой, потому что именно ее салатик меня вдохновил на этот рецепт. После огурца я нарезаю одно яйцо. Затем добавляю творог. У меня 100 граммов творога 9% жирности. 50 граммов кукурузы. У меня консервированная. Чайную ложку оливкового масла. Вы можете использовать любое растительное масло, которое есть у вас. Присаливаю, перемешиваю. И вкусный, очень-очень сытный утренний салатик готов. Если вдруг вы работаете дома, как я, либо очень рисковые, вы можете добавить чеснок. Будет очень вкусно. Классно будет, если вы добавите зелень укропа. Ну и в таком базовом варианте получается очень вкусно, необычно и сытно. Если вы не любите завтракать, то утешьте себя мыслью о том, что на завтрак вас ждет утренний, вкусный, очень сытный салатик, который поможет вам создать такую классную привычку завтракать. Обязательно приготовьте такой завтрак и напишите мне комментарий. Итак, мы с вами сегодня приготовили 5 вкуснейших, интересных рецептов завтраков, которые помогут вам не только стройнеть, но и, конечно же, наконец-то полюбить завтракать, ведь это очень важный инструмент для снижения веса. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего, какой захотелось приготовить в первую очередь. Также не забудьте поставить этому видео лайк, поделиться в соцсетях. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно же, завтракать! Субтитры сделал DimaTorzok